Здравствуйте, меня зовут Хабира Утиана, я студентка Камулинского университета, кафедры дошкольной педагогики и психологии. И сегодня я научу вас, как подготовить ребенка к письму всего за 5 минут. Подготовка детей к обучению в школе – это одна из актуальных проблем современной педагогики. Уровень развития мелкомоторики – это один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, умеющий высокий уровень развития мелкомоторики, умеет логически рассуждать. У него достаточно развитая память, внимание, связанная речь. Именно поэтому необходимо с дошкольного возраста начинать подготовку ребенка к письму. Содержание данного видео вы можете увидеть на экране. 10-18 месяцев. Узор с рехами вперед-назад. 2 года. Делает горизонтальные, вертикальные и круглые линии на бумаге. Ребенок держит ручку, как нож. 3 года. Рисует горизонтальную, вертикальную линию и круг. Держит ручку близко к основанию тремя пальцами. Положение руки уже больше похоже на положение взрослого человека. В 4 года ребенок рисует крест, диагональные линии, квадрат, несколько букв и цифр. Они пробуют написать свое имя. Держит ручку правильно, как взрослый человек. В 5-6 лет ребенок рисует треугольник, пишет свое имя, хорошо обводит, пишет печатными буквами. Также он хорошо использует карандаш и держит ручку правильно. Ручки ребенка выдержали такую колоссальную нагрузку, как письмо. Необходимо их подготовить. Как именно это сделать, вы видите на экране. Я вам покажу пример пальчиковой гимнастики. Этот пальчик в лес пошел, этот пальчик гриб нашел, этот пальчик занял место, этот пальчик сядет тесно, этот пальчик многое, оттого и растолстел. Первый этап обучения письму – это подготовка руки. В этом помогут упражнения на развитие мелкой моторики. Второй этап – штрихование и раскрашивание. Следите при этом, чтобы ребенок правильно захватывал пишущий предмет. Третий этап и заключительный – это работа в прописях. И сейчас я вас научу изготавливать многоразовые прописи всего за 5 минут. Итак, нам понадобятся бумага, ножницы, пленка для ламинирования, маркеры или фломастеры, губка или влажная салфетка. Итак, приступим к выполнению многоразовых прописей. На листе бумаги рисуем узор, затем берем пленку для ламинирования, аккуратно ее раскладываем по листу бумаги, сверху накладываем листом А4 для того, чтобы утюг не прилип к пленке. Хорошо проглаживаем все углы, чтобы пленка плотно приклеилась к листу бумаги. Затем переворачиваем наш лист, берем еще кусочек пленки для ламинирования и проделываем всю ту же самую процедуру. Накладываем на лист бумаги, сверху берем чистый лист А4 и снова проглаживаем все это утюгом. После того, как хорошо прогладили все листы, убираем сверху лист бумаги и начинаем по контуру отрезать ножницами наш трафарет. И вот наша многоразовая пропись готова. На ней можно рисовать любыми маркерами и выделителями, а затем вытереть это влажной салфеткой, либо губкой, немного смоченной водой. Благодаря использованию прописей, ребенок развивает моторные навыки, а также внимание, концентрацию, ретанцию в пространстве и речь. На экране представлены многие виды прописей, которые вы можете использовать в работе со своим ребенком. Эти и другие виды прописей вы можете скачать, перейдя по ссылке или воспользуясь специальным QR-кодом. Спасибо за внимание! Продолжение следует...